МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 18 молодым врачам Балхаша Аким Карагандинской области выручил ключи от новых квартир. В минувшие выходные Балхаш отметил свой 80-летний юбилей. Строительство дорог – самое прибыльное дело для коррупционеров. За многомиллионную взятку задержаны руководители карагандинского филиала «Казах Автодора». Боевая ничья. Судьи никому не отдали предпочтение в поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Однако карагандинские болельщики едины во мнении. Победил Геннадий. Обо всем более подробно. Своё 80-летие отметил город Балхаш. Юбилей был отмечен не только торжествами, но и социально значимыми событиями. Балхаше 18 молодым врачам были вручены ключи от новых квартир. И не только это. Смотрите репортаж Сергея Высокосова. Уже с утра субботы 16 сентября на суше и на озере Балхаш начались торжества, посвященные 80-летию города. Этому юбилею Аким Карагандинской области Ирлан Кашанов посетил свою рабочую поездку в город Балхаш. Совместил приятное с полезным. С его участием была открыта городская стела, посвященная 80-летию города. Ирлан Кашанов побывал в этноауле и знакомился с первыми документами, ознаменовавшими строительство города Балхаш. Сегодня это не просто рыбацкий поселок или поселение при Балхаш строй, а большой промышленно развитый регион. Мало того, Балхаш стал любимым местом отдыха всех казахстанцев. Молодежь Балхаша организовала флешмоб – автомотопробег по центральным улицам города. Аким области Ирлану Кашанову показали новую детскую площадку, которую построили в рамках реализации программы по обновлению городов. И главное, Ирлан Кашанов вручил ключи от отремонтированных квартир 18 молодым медицинским работникам, что должно сократить дефицит врачей в регионе. А главные торжества начались вечером на городском стадионе «Металлург». В театрализованном представлении с героической историей «Светлое будущее» участвовало более двух тысяч человек. Прежде всего, Балхашцев поздравил с юбилеем Аким города Александр Аглиулина. Это праздник всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним. Каждая эпоха оставляет свой след на облике города. За всеми достижениями Балхаша стояли люди. Люди разных профессий, разного возраста. Именно их мы должны считать главным богатством города. Здесь во все времена живут радушные и отзывчивые люди, которые не только ценят и любят свой город, но и активно участвуют в его судьбе и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей душе. На скалистых диких кручах, где Балхаш шумит волной, в буднях славных и кипучих вырос город наш родной. На земле казахской, над волной Балхашской, где сверкает бирюзой вода, вырос будто в сказке город прибалхашский, город дерзновенного труда. Балхаш – это жемчужина карагандинского региона. В театрализованном представлении зрители увидели и пережили все этапы развития города. И, конечно, все стали участниками грандиозного концерта, в котором приняли участие звезды казахстанской эстрады и участники лениндарной российской рок-группы «Чаев», которые через 30 лет после первого посещения Балхаша поздравили горожан со знаменательным событием – 80-летним юбилеем города. Субботние торжества были завершены аккордом красочного салюта в честь юбилея. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Директор казах Автодора и его заместитель задержаны в Караганде. По версии следствия, подозреваемые получили взятку в размере 17 миллионов тенге. По данным Департамента национального бюро по противодействию коррупции, деньги переданы для беспрепятственного подписания актов, выполненных работ по ремонту автодороги Казаларда-Караганда-Павладар. Антикоррупционеры сообщают, что 15 сентября граждане Бышев, Жакпаров, Муканов и Отаров задержаны и помещены в изолятор временного содержания ДВД Карагандинской области. В настоящее время проводится досудебное расследование. Напомним, что 20 декабря прошлого года руководство казах Автодора и аудиторов счетного комитета задержали за коррупцию. Должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 миллионов тенге. В коррупционную схему были вовлечены все руководители областных филиалов Казах Автодор, которые собирали взятки для государственных аудиторов. Более 700 безработных карагандинцев приняли участие в очередной ярмарке свободных рабочих мест. Ярмарка прошла во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Были представлены более 2000 вакансий. 112 предприятий организации Караганды приняли участие в очередной городской ярмарке свободных рабочих мест и бесплатных курсов. Безработным предложена возможность краткосрочного профессионального обучения на бесплатной основе с выплатой стипендии в размере около 17 тысяч тенге. Обучение проводится по востребованным специальностям, таким как электромонтер, слесарь кипа, повар, кондитер и многое другое в семи организациях образования. В рамках мероприятия 62 человека изъявили желание обучиться и получить новые специальности. Среди претендентов на вакансии и подопечные службы пробации. Всего на ярмарке было представлено более двух тысяч вакансий от 535 предприятий города. Ярмарку посетило 715 человек. Конечно, некоторых не устраивает низкая заработная плата. В основном рабочие специальности. Кроме того, сегодня мы пригласили учебных центров, 11 учебных центров города, которые проводят бесплатные курсы обучения. Это где-то около 20 специальностей. Итоги ярмарки таковы. 182 человека получили направление на трудоустройство. 238 безработных оставили резюме. А 204 человека получили подробную консультацию по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Эта программа ориентирована на создание системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства и создание эффективной модели трудового посредничества. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Общественные слушания по переходу казахского языка на латинскую графику прошли в Академии Булашак. В семинаре приняли участие академики Карагандинского государственного университета имени Букетова и факультетов Академии Булашак, общественные деятели и будущие филологи. Во время встречи студенты задавали вопросы и обменивались мнениями. Сегодня идея перехода на латинский алфавит находит все большую поддержку среди казахстанцев. 21 век – информационный век. По мнению экспертов, все последние достижения в области образования и науки написаны латинской графикой. Ученый Биктурсин Калеев ответил на вопрос о том, какие плюсы и минусы есть в процессе перехода. Казахский алфавит на основе латинской графики может стать объединяющим фактором для всех сыновей казахского народа, проживающих по всему миру. Почему бы и нет? Наши соотечественники, живущие в Китае, Турции, Афганистане и Иране, не понимают друг друга, используя другое письмо. Вот почему в латинице мы видим большой плюс. По словам академика Биктурсына Калиева, переход на латинский алфавит легче всего воспримется молодежью. Кроме того, внедрение латиницы будет осуществляться постепенно, шаг за шагом. Вот почему академик уверен, что каждый казахстанец сможет овладеть новым алфавитом. В работе семинара активное участие приняла студентка первого курса Академии Булашак Айза Абубакирова. Она задавала экспертам вопросы, а также внесла свои предложения. Главная идея наших студентов в том, что мы поддерживаем переход на латинский алфавит. Причина в том, что мы уже привыкли в социальных сетях общаться с людьми, использующими именно латинский алфавит. Напомним, что глава государства заявил в своей программной статье о том, что мы должны перейти на латинский алфавит к 2025 году. Цель мероприятия – предоставить общественности, исчерпывающую информацию о постепенном преобразовании казахского языка. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тентульен Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Семья тимиртаусского ветерана труда Николая Куриленко стала победителем республиканского конкурса «Мирелиотпаса». Вместе супруге уже 66 лет. Глава семьи 45 лет проработал на металлургическом комбинате в Цимиртау. Образцовывая казахстанской семье подарили микроавтобус. Семья Куриленко. Звание лауреата национального конкурса «Мирелиотпаса». 2017 присуждается семья Куриленко из Карагандинской области. В минувшие выходные фамилия Куриленко прозвучала на всю страну. В результате интерактивного голосования победителем республиканского конкурса «Мирелиотпасы» стала семья тимиртаусского ветерана труда Николая Куриленко. В нынешнем году заявки на участие подали более двух тысяч семей по всей стране. На первом этапе конкурса семьи победителей выбраны в каждом регионе. В итоге ко второму этапу допущены 16 семей. И вот назван победитель. Госсекретарь республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова торжественно вручила семье победителю памятную статуэтку и ключи от микроавтобуса. В этот же день победителей встретили в родном темиртау, а приехали они на том самом призовом микроавтобусе. Глава семьи поделился впечатлениями от поездки в Астану. А потом мы все ждем, объявляется. Вы знаете, все там столько аплодисментов нам. Мы встали, нас приглашают выходить на сцену. Я вышел, я стал выступать в благодарность президенту, в благодарность Казахстану. Понравилось, очень понравилось мне. Я первый раз в Астану попала. Ну, в общем, мне очень понравилось. Теперь не знаем, куда машину нам девать. Подарили. Николаю Курленко в этом году исполнилось 90 лет. Он является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда. Вместе с супругой воспитал пятерых детей, имеет десять внуков и воспитывает семь правнуков. Николай Семенович говорит, что в течение всех 65 лет семейной жизни он не переставал дарить жене свою любовь и воспитывать в детях дух патриотизма. Всего в областном этапе конкурса принимало участие 264 семьи. Буквально вот их наградили и сразу мы выехали в Тимиртау, потому что победители их переполняют эмоции. Они хотят поделиться с земляками своей победой. Поэтому мы нормально все доехали. Республиканский национальный конкурс «Мейер Леот Басе» в этом году проводится в четвертый раз. В нем участвуют многодетные и молодые семьи, трудовые династии, а также семьи, воспитавшие детей-сирот. Главная цель конкурса – повысить статус семьи и чувство ответственности у молодежи. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Архивы в современном обществе, тенденции и перспективы развития. Республиканская научно-практическая конференция состоялась в Русском драматическом театре имени Станиславского. Мероприятие посвятили 80-летнему юбилею со дня образования архивной службы Карагандинской области. Государственные архивы – это огромный информационный ресурс суверенного Казахстана. В условиях возрастания информационного потенциала нашего государства возрастает роль и значение архивов как хранителей документального наследия. Об этом шла речь на республиканской научно-практической конференции, посвященной 80-летнему юбилею Карагандинской архивной службы. На конференции обсудили основные проблемы архивной службы, а также перспективы развития. О чем мы говорим сейчас? О интеллектуальных архивах. Архивах, которые позволят в будущем получать информацию, не выходя из дома. Получать информацию из первоисточников, не тиражированную, не интерпретированную кем-то, а непосредственно из-за самих документальных источников. Сегодня по документам государственных архивов можно проследить все этапы становления Карагандинской области со дня образования до периода независимости страны. Особую ценность представляют документы, отражающие историю промышленного освоения региона. Архивная служба Карагандинской области берет свое начало с декабря 1937 года. В настоящее время в регионе действует 20 государственных архивов, в которых трудится свыше 300 квалифицированных работников. Главная задача на сегодня – это оцифровка всего архивного массива. В каждом государственном архиве есть собственные интернет-ресурсы, это сайты, всевозможные базы данных, опубликовываются онлайн-выставки, публикуются в онлайн-режиме доступные путеводители по фондам. Но наша задача – развить это направление, и мы сейчас работаем над созданием единой информационной системы – электронный архив Казахстана. Это та система, которая позволит объединить все ресурсы государственных архивов республики. В конференции приняли участие ветераны архивной службы, коллеги из Южно-Казахстанской, Севро-Казахстанской, Павлодарской областей, а также из Алматы. По итогам конференции будет издан сборник докладов и выступлений. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ничьей завершился самый ожидаемый боксерский поединок года между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. После боя поздравительную телеграмму Геннадию направил президент страны. В частности, Нурсултан Азарбаев отметил, что Геннадий Головкин проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою. Все подробности поединка в обзорном материале Бигзата Аликайдарова. Долгожданный супербой между Геннадием Трипл-Джи Головкиным и Саулем Канело Альваресом прошел в минувшие выходные на арене Теймобайл в городе Лас-Вегас, где в этот день был установлен рекорд по посещаемости. Дерби между мастерами кожаных перчаток продлился все 12 раундов, но имя победителя не было объявлено. Служители правосудия боя оценили его равным. В итоге ничья. Решение судейской коллегии вызвало резонанс во всем мире, который поделил мир на два лагеря. Первый, который утверждает, что победил Трипл-Джи, а второй, что Канело. К сожалению, вердикт боя не поменять, но все мы знаем, кто является действительно чемпионом. Викзат Аликайдаров, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» обыграл на своем поле кукшеталский «Окжет-Пес» со счетом 2-1. Тем самым горняки поднялись на шестое место в турнирной таблице. Минувшие выходные карагандинский «Шахтер» на домашнем стадионе принимал футбольный клуб «Окжет-Пес» из города Кукшетал. 27-й тур «Премьер-лиги» для горняков прошел успешно. Он принес им три очка. Начало первого тайма проходило спокойно. Соперники присматривались друг к другу. По ходу матча подопечные Сауле Шермялиса обостряли ситуацию ворот синегорцев. На 34-й минуте в штрафной зоне гостей Штефана Зашака повалили под катом сзади. После чего судья удалил нарушителя Рената Абдулина и назначил пенальти, который реализовал Милан Стоянович. Во втором тайме хозяева поля смотрелись активно, обостряя ситуацию у ворот Кукшетауса. На 76-й минуте футболисты Шахтера после розыгрыша углового удара Марк Астанович послал мяч в штрафную гостей, где чешский легионер Якуб Хлебаун забил гол. В концовке матча гости стремительно рвались к воротам соперника, что принесло свои плоды на 85-й минуте. После нарушения правил в штрафной зоне Алибек Булешев забивает с 11-ти метровой отметки. После свистка арбитра счет на табло составил 2-1 в пользу Шахтера. На послематчевой конференции главный тренер Шахтера Саулиус Шермялис прокомментировал выступление карагандинской дружины, где отметил, что игра была важной и сложной. Все понимали, что на кону. Поэтому, наверное, такая игра, что она как и весь чемпионат, так и эта игра. Это нервотрепка до конца. Хорошо, что в этой войне нервов у нас получилось. После победы в турнирной таблице горняки разместились клуб «Торпедо» в серии буллитов со счетом 1-2. Творец спорта имени Бориса Александрова города Усть-Каменогорск провел казахстанское хоккейное дерби между Сараркой и Торпедой. Первый период матча был острый на моменты, но прошел сухим. А во втором отрезке игры сараркинцы устроили штурм у ворот торпедовцев, но счет на табло не дрогнул. Лишь в заключительной 20-ти минутке произошел обмен с шайбами, где, играя в большинстве, карагандинец Зиязов открыл счет, но хозяева отыгрались. Шайбу записал на свое имя Бердников. В овертайме счет на табло не поменялся, а в серии буллитов Ламака выводит Сарарку в победители. Шестью очками карагандинская хоккейная дружина занимает 13-е место в таблице ВХЛ. Следующий матч состоится на карагандинской площадке 21 сентября против красноярского «Сокола». Бигзат Аликайдаров, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Болмастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова